Приветствую вас и ответ на ваш вопрос. Решение вашей проблемы зависит от того, насколько вы хотите быть с ней и насколько сильно вы ее любите. Понимаете, можно на самом деле очень много говорить о том, что за прошлое нельзя же обсудить, что когда она начинала свою жизнь, я имею ввиду свою сексуальную жизнь, да, она не была знакома с вами, она не знала, что встретит вас. И она получала, старалась взять от жизни все, что она ей давала. Ну, в смысле, это за жизнь. И винить ее за то, что было до вас, ну, мягко говоря, странно. Потому что дальше в законодательстве написано, что любые законы не имеют обратной силы. То есть, понимать это следует так, что нельзя судить человека за то, что он сделал когда-то. Это неправильно. Но об этом можно говорить на самом деле очень много, и я не уверен, что вам это поможет. Потому что вы определенно как бы хотите получить немножечко не тот ответ, который, не тот, не ту обратную связь, которую я вам сейчас даю. А возникает вопрос, а какую же обратную связь вы хотите получить? Я вам отвечу и на этот вопрос тоже. По крайней мере, повторяю. Понимаете, вы говорите, вы говорите, что девушку свою вы любите. Но любовь по определению означает, что человека принимают таким, какой он есть. А в вашем случае, в вашем случае, вы, к сожалению, этого не делаете. Вы не принимаете человека таким, какой он есть. У вас был первоначальный образ своей девушки. Первоначальный образ своей девушки, который вы принимали. И вы упустили из виду, что у нее может быть, могла быть точнее, своя жизнь до вас. И когда это всплыло, вы оказались перед невозможностью принять девушку такой, какая она есть. И в этой ситуации можно говорить о том, что либо вы недостаточно сильно ее любите, что, конечно же, очень печально, очень плохо для девушки, да и для вас, в принципе, тоже. Либо у вас есть некоторые внутренние конфликты, некоторые комплексы, которые мешают вам принять человека таким, какой он есть и мешают вам рядом с ним чувствовать себя комфортно. Вообще, почему вас именно это задело такси? Почему вас задело то, что девушка, ну вот, раньше вела активную сексуальную жизнь? Это, согласитесь, вопрос. И вопрос достаточно серьезный. Ведь если вас задело, значит, у вас есть какой-то пунктик на эту тему. Значит, вы чего-то опасаетесь, значит, вы чего-то боитесь, значит, у вас есть какие-то сомнения. Сомнения относительно чего? Вот это самый главный вопрос. Сомнения относительно чего у вас есть в контексте этой своей девочки. Ну, вы, может быть, опасаетесь того, что она вам будет изменять. Может быть, вы опасаетесь того, что она вновь вернется к этому стилю жизни, к этой модели поведения. Или что-то еще. То есть, вы не допускаете того факта, что человек может измениться. Не допускаете вы того факта, потому что что-то внутри вас мешает вам это сделать. И лично я думаю, по моему мнению, ситуация обстоит так, что вы не можете этого сделать, потому что испытываете неуверенность в себе. Определенную неуверенность в себе. И это большая проблема для мужчины. Потому что, ну, вы же понимаете, надеюсь, что вам нужно быть уверенным в себе и в своей девушке. По-другому просто нельзя. Если вы не уверенны в себе, то вы не можете быть уверенны и в своей девушке тоже. И поэтому, если у вас есть какие-то комплексы и что-то еще, то для начала обязательно поработайте в данном направлении и подумайте, что вас больше всего напрягает, расстраивает и так далее. Потому что, скорее всего, скорее всего, скорее всего, не факт, но скорее всего, на девочку вы проецируете свои какие-то страхи. Ну, согласитесь, вот если бы вы были уверены в себе полностью и целиком, вас бы, наверное, не трогало то, как девушка вела себя раньше. Почему? А потому что вы в себе уверены были бы полностью. А раз трогает нас, что вы не уверены в чем-то. И вот вопрос заключается в том, в чем вы не уверены и почему. Ну, а что касается того, что вы не можете принять прочность своей женщины, сразу могу сказать еще и так. Так, смотрите, значит, узнали вы о сексуальном прошлом своей девочке, в которой я встречаюсь с ГО. Узнали вы о нем, если я правильно вас понял, только сейчас, по прохождении определенного времени. Простите меня и поправьте, если я ошибаюсь. И что это означает? Вот, в первую очередь, что это означает? Означает это, в первую очередь, то, что женщина вам доверяет, как минимум. Как минимум, она вам доверяет. И то, что она доверивает вам, говорит о том, что она хочет быть с вам. Что она планирует быть с вами, что она не хочет. И что она осознала на данный момент все свои какие-то негативные моменты и больше так выступать не будет. Для того, чтобы понять какие-то вещи в жизни. Для того, чтобы осознать, что правильно, что неправильно. Нужно с чем-то столкнуться и получить какой-то результат. Без получения результата не получится выявить какой-то опыт. Без получения результата не получится что-то для себя понять. И вот вы, вы, этот момент для себя, ну, скажем так, немножечко, по моему мнению, упускаете. Девушка получила опыт. И этот опыт для нее оказался таким, что она больше не собирается делать то, что делала. Она больше не собирается вступать в те модели поведения, которых она придерживает. Разве это не здорово? Разве это не прекрасно? Но это не могло бы стать реальностью, если бы девушка не прошла тот путь, который у нее был. И это то, что вам нужно понять. Она бы не была той, которую вы любите, если бы не вступала в эти отношения. И вот, понимаете, как бы вы не переживали, или наоборот, как бы вы не переживали, да, вне зависимости от того, переживаете вы или нет, а прошлое, которое было, которое есть, вне зависимости от того, хотите вы, чтобы оно было или нет, оно будет, это прошлое. И вы либо будете позволять этому прошлому влиять на вашу жизнь, не имея возможности его поменять, либо вы оставите прошлое в прошлом, потому что оно действительно там осталось, и будете смотреть только в будущее, будете смотреть только вперед, с тем, чтобы иметь возможность в будущем сделать так, чтобы девушка была только сладкой. Для этого нужно окрузить ее теплом, лаской и заботой. Для этого нужно сделать так, чтобы у нее даже и мысли не было, а вернуться к своему первоначальному... к своей первоначальной модели поведения. Но судить ее не стоит, потому что она ведь не с вами была на тот момент. И на тот момент, как это ни странно, она была совершенно другим человеком. Она не была тем, кто есть сейчас. И как можно судить человека, который был кем-то другим до того, как вы встретили его, до того, как вы узнали его? Человек мечтан прошел какой-то путь. И этот путь помог ему, человеку стать тем, кто он есть. Но вы, у вас, есть определенная в себе неуверенность все-таки. Может быть комплекс какой, может быть еще что-то, я вот не знаю. Так просто об этом, к сожалению, нельзя сказать. Но тем не менее, вне зависимости от этого, с этим совсем нужно работать. То есть это не проблема девушки, а как бы вам неприятно это было, ну, слышать. Это не проблема девушки. Это проблема вашего восприятия ее. И именно то, что вы не можете что-то принять в ней, это идет из вашего психического состояния. Из того, что вы для себя видите негативного в том, каково было ее прошлое. А видение негативного и само представление о негативном у вас формируется, опять-таки, по причине опасений, которые есть только у вас. И девушка не может изменить свое прочное, даже если бы она захотела. Девушка не может изменить то, что с ней было. Более того, ей не нужно менять то, что с ней было, потому что она, благодаря этому самому тому, что было, стала вот теперь такой вот, какая она есть. Это прекрасно. Потому что, ну, вы сказали, что она вам, ну, что она такая вот, вас устраивает. И это здорово, понимаете, это прекрасно. Но вам нужно самому понять, в чем вы видите для себя угрозу. Потому что вот эта вот ваша, не могу, не могу ее принять такой, какая она есть, это тревожность. Это тревожность, которая чем-то обусловлена. Давайте подумаем, чем она обусловлена. Может быть, вам нужно больше быть уверенным в себе. Может быть, вам, ну, ну, желательно больше доверять своей девочке. Может быть, вы чего-то боитесь. Понимаете, это ваши проблемы, а не проблемы девочки. И доказывать постоянно вам, например, что она изменилась, это, согласитесь, тоже довольно тяжелое занятие. Это довольно, знаете, даже не тяжелое, я бы сказал, а это даже очень трудоемкое занятие. Заказывать все время, что прошлое, которое вот у человека есть, и которого ему не изменить, да, никак не влияет на себя. Поэтому вы не превращаете ваши отношения в постоянное доказательство о невиновности девушки, например. Вы постарайтесь принять то, что я вам сказал, и подумайте, а что же лично вас в этом всем так сильно напрягает. Вот лично вас, вы говорите, аморально. Ну, понятие аморально, знаете, это очень субъективное понятие. Почему субъективное, я попробую вам сказать. Дело в том, что понятие морали у каждого свое. И может быть, девочка сейчас тоже считает, что она поступала аморально, как и вы. Только вот изменить она уже ничего не может, да и по сути не должна. Потому что еще раз, она такая, какая она есть. И если бы она была другой, она бы не была той, ну, той, которую вы, например, любите, допустим. Вот именно так я хотел бы ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...